Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Точно так же при покупке другой массы мармелада вы можете узнать с помощью формулы, сколько в каждом из этих случаев останется денег. Иными словами, определить, какой единственный игрок соответствует данному иксу. Какое бы значение ни принимал икс, ему всегда соответствует единственное значение игрок. Такая зависимость переменной игрок от переменной икс называется функцией. Переменная икс это независимая переменная или аргумент, а переменная игрок зависимая переменная или функция. Итак, игрок является функцией от икс, если произвольному значению икс соответствует единственное значение игрок. Обратите внимание, что в этом случае переменная икс принимает хотя и произвольные, но не любые значения. Может ли, например, среди значений, которые принимает икс, оказаться число 10? Нет. Если было всего 3 рубля 60 копеек, а мы знаем, что килограмм мармелада стоит 90 копеек, то купить 10 килограммов нельзя, не хватит денег. Все значения, которые может принимать независимая переменная, образуют область определения функции. В нашем примере икс число неотрицательное, но не больше, чем 4. Следовательно, область определения данной функции — это промежуток от нуля до четырех. Причем и 0, и 4 входят в область определения. Рассмотрим функции, заданные формулами. Мы не знаем, по условиям каких задач они составлены. И область определения нам тоже неизвестна. В таких случаях принято считать, что область определения состоит из всех значений независимой переменной, при которой эта формула имеет смысл. Область определения первой функции, заданной такой формулой, все числа, кроме числа 7. Ведь делить на 0 нельзя. А вот область определения второй функции, заданной формулой, у равен 5х плюс 1, все числа. Подумайте, почему. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ